И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность, и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х» вы не встретите. Обладатель буквы «Н» в этом имени отличается стойким характером и умом. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Этим людям просто необходима и очень важна финансовая выгода. Ради добычи они готовы практически на все. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Субтитры подогнал «Симон»!